Ну ладно. Так, у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да нет, не против. Так, я слушаю, говорите, пожалуйста. Игнатий Тихонович, вас с Новым годом. Да Новый год что, сегодня Рождество. Уже Рождество. Ну да, уже да. А за Новый год у нас тут молебен был, мы поблагодарили Бога. Потому что от нас ничего не зависит. На один год ближе к могиле. Да. Сколько у вас времени-то уже сейчас? Ну у нас сейчас 6 часов 51 минута утра. А у нас 3 тут почти. Понятно. Я понял. Хотелось бы узнать, вот у вас жил с Украины, да, по-моему? Да, Никита Колесников, из Борисполя. Да, да, да. Он как вам, у вас вообще как, живёт? Нет, нет, он уехал уже больше года. Он выходит там, и канал ведёт свой. Встречаемся, всё, хорошие отношения сохранились. Ну, а вы же ему дом там вроде как, я слышал, делали. Ну, это всё уже в прошлое. Ну, он побыл, 30 лет исполнил, теперь в армию его не призовут, он вернулся. Он 5 лет пробыл как раз здесь. Ну, ещё не стрелял в русских и душу свою изберёг. Так что ничего плохого тут не было. Не, я думал с вами до последнего, а он оказывается вот так вот. Понял. Понял, понял. А мы что, с вами встречались в рулетке, были бы, нет? Нет, я смотрел много видео о вас, вот смотрел, какая там, как у вас погода. Постоянно всегда смотрю, у вас там всегда зима снежная, у нас там пусто. Я в Московской области живу. Как часто у вас там? Да, слава богу. Это вот несколько, два дня так утихло. А тут нынче снегу навалило. Сейчас сделали катушку, там 2 метра высотой только залазить детям. Сегодня обновлять будут. Угу, угу. Так вы очень близко к экрану. К экрану очень близко. Вас будет срезать. Да, теперь вправо сместите головой туда, вправо, отойдите. Еще маленько, вот, нет, а вы влево вышли, вправо. Где у вас правая рука? Вот так, все. И вот так маленько повыше, чтобы голова была видна повыше. Вот все нормально будет. Говорите. Какие вопросы? Вопросы такие. Скажите, пожалуйста, кто вообще вам вот всю вот эту идею вашу, которую вы до людей доносите, кто вам ее дал, скажем так? Ну, смотря, смотря, что, да, вот. Мы тут эта ничья трулетка. Вы не вылетите сразу, будете слушать. Дело в том, что я истребил из лексикона слово «проблема». Американизм эти долой. И он заменил словом «нерешенный вопрос». И вот один из нерешенных вопросов. В России погибло 120 миллионов абортов за перестройку. Конкретно, что мы сделали? Мы показываем. Я веду работу постоянно. У нас это даже не именуется. Второе. Погибло 31 тысяча сел. Что делать? Берем землю, строим деревню на христианских обычаях. Не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Вот вопрос решается как. Дальше дети беспризорных, говорят, Нургалиев, министр внутренних дел сказал, 3 миллиона почти беспризорных. Я говорю, а что сделал? А что сделаешь? Мне Бог позволил создать детский лагерь, и я 48 лет веду его. 48 лет. Тысячи детей без помощи государства. Ни рубля нигде нет. Построили храм. Построили для детей целый комплекс. Конечно, все это на бедном уровне, но ни одного больного нет. Дети, если наркоманы были, уходят совершенно выздоровевшие. Вот в школе ничего не преподают, божественно не знают. Правильно, а что сделал? Проблема. Никакой проблемы. Я иду, преподаю одновременно в 13 школах, в 5 университетах, во всех техникумах, в 5 отделах милиции, городском, краевом, во всех воинских частях, заводах и фабриках Алтайского края. И три радиопрограммы регулярно. Миллионы людей охвачены. А я никто. У меня нет гуманитарного образования и духовного. Вопрос решается? Да, решается. Да, как заключено тут, знаете, сколько преступности. У меня опыт, я 5 тюрем прошел, за слово Божие. Лагерь. Я иду работать в тюрьму. Как? Помогаю. Бесплатно, повторяю, нигде я ни рубля не получаю. Я там 18 лет. Охвачены не 2, не 3, а тысячи людей. Давайте каждый делать. А вот евреи все захватили, евреи все выкачали страну, евреи везде юриспруденция и спищать. Я согласен. Так надо бороться? Надо. А как? Ну как? Ну как бороться? Как Гитлер боролся? Окончательное решение еврейского вопроса. Нет, он маленько ошибся. Не злобой, а благословением и добром, любовью. Вот ко мне привозят на дом еврея одного. Чистопородная, не какая-то помесь. Наум Израилевич. Показали. Через 3 часа он делается православным. Теперь православный батюшка. Пусть через каждый священник один еврей будет православным батюшкой. Вопрос решен, никакой проблемы. А вот КГБ все задавило, следят. У меня следователь КГБ обратился, стал священником. Ну и что дальше-то? Конкретно по любому вопросу решать его надо. И начиная никогда, а не завтра, а сегодня. Вот в интернете-то раньше как было. Просвещения нет, не знают. И Господь мне позволил 50 книг насчитать аудио. И распространить по всей стране. И Библия, и Архипелаг, ГУЛАГ. Но тогда работать надо. У меня на сон уходило 2,5 часа, не больше. И вот какой вопрос не возьми. Можно показать веру из дел. Вот вы ушли опять туда влево. Зачем-то вот так сидите. Понимаете как? Вот для этого-то мы здесь и встречаемся. Мы показываем, что можно жить, не надеясь ни на каких правителей. Не проклинать, а молиться за них. Мы каждый день молимся за Трампа. Мы молимся за Ардогена, за Омана, за Рамзана Кадырова. За всех. За патриарха Кирилла. За папу. За папу, Венедикта и Франциска. Ежедневно, каждый день. А вот я пенсионер, у меня время больше. 7 раз в день. Да утром, вечером еще 2. Это 9. 9 намазов совершаем. И после каждого 100 поклонов. И тогда думать дури некогда. Вот я встаю сегодня, встал я. 5 минут первого. Все. 5 минут первого ночи. По-нашему. Я 3 часа на разбор почты. У меня подписчиков. Подписчиков 44 тысячи. А просмотров полный. 45 миллионов. Сколько людей новых пришло. Здесь, в интернете. Ну давайте делать. Так, я сейчас иду в храм уже. У меня и времени-то даже не будет. Так, вопросы задаю. Вам понятен настрой? Настрой не ваш понятен. Вы молодец. Ну какой молодец? Я просто работаю. Я не думаю ни о чем. Бог благословляет. Почему не делать? Да. Вот напали на свидетелей ИГУ. Это еретики такие. Я на днях только написал 4 больших письма. Президенту Российской Федерации Путину. В Государственную Думу. В Министерстве юстиции. И Генеральному прокурору. Что с ними поступили неправильно. Не имеют права. Они живут не в теократическом государстве. А они хорошие труженики. Да, они еретики. Государство не дает право верить как хочешь. Или никак не верить. Я им все законы привел. Все параграфы. Что вы ответственны перед Богом. Отмените все эти правила. Изъяли у них там 430 зданий. Верните. Иначе следующее будем мы. Да. Все правильно. Правильно. Но дальше-то не идет. Я говорю, ты как-то встрял, написал. Нет. А я по радио, по телевидению. Везде выступаю. И говорю, неверно поступили. Это ослабляет государственную структуру власти. Да. Как немецкий Немюнлер там один есть. Он писал, говорит. Когда пришли Гитлера арестовать коммунистов, я промолчал. Я не коммунист. Пришли забирать евреев. А я не еврей. Я тоже промолчал. Пришли профсоюзных деятелей забрать. Я промолчал. Но когда пришли брать меня, уже заступать некому было. Скажите, какие вам нравятся фильмы? Наши фильмы вот уже с 60-х начиная годов. Ну, видите. И сегодня так трудно сказать, что те времена, и как было. Да, были фильмы. Но я назову вообще по-общему. Иуда Бен Гур. 11 Оскаров. А Иуда Бен Гур. Дальше. 1-е, 56-го года. Кама Гридеши. Вот так. А по тем временам, которые были настоящие. Герасим объестал. Судьба человека. Шолохова. Судьба человека. Чистое небо. Те времена еще были. Советские. Где-то. Ну, а сегодня тут по порядку. И Моисей, и Авраам, и Иосиф, и Иона. И все религиозные, библейские фильмы. Сегодня много хорошего. Давид, Соломон. Это подряд можно показывать детям. А сегодняшние, которые выпускают. Ну, в общем-то, неплохо показано Левиафан. Звягинцева. 20 серий. Николая Достоля. Раскол. 20 серий. То есть, от обратного можно кое-что взять. Сильно гонялись за фильмом. Поставил его Лунген. Лунген, да, Павел. Он. А Остров. Петр Мамонов играет. Ну, это от обратного показать как. Там ничего нету. Там именно показано православие, в каком оно негодном виде. Ну, вот что показать. За годы советской власти вот о нас поставили фильм «Придчувствие» и «Златоустов-Потеряевки», занявшие первое место в России на международном киноконкурсе. Это тоже очень сильные фильмы. Второе «Крещение Руси». Это у нас, которые сняли фильмы. Государственные фильмы на бобинах снимали еще. Я понял. А еще такой вопрос. Если вдруг с семьей вот так к вам приехать в гости, так вообще реально можно в лето? Если мы договоримся, переговорим, все. У нас правила определенные. Курящих не принимаем. Вот я гляжу на вас. Вас только одеть надо. Бороду не трогать. Далее. Мы напишем, как путевку дадим. Если вы с семьей, с кем вы хотели? Жена ребятишки? Да, жена ребятишки. Какие ребятишки? Возраст, пол. Мальчик восемь, девочка три. Маловато. Четыре уже будет. То есть вы днем будете у нас, мальчик может оставаться ночевать, а вам отдельный дом выделим. Отдельный. То есть мы в другой вариант перешли. Лагерь перешел, мы в деревню закупили дома, и теперь продолжает работать на те же условия. Но вставать вместе с нами рано, ложиться как хочешь. То есть у нас полная свобода. Вот посты соблюдать, ходим вместе в храм. Все. А остальное, где надо работать на огороде, будете помогать, потому что мы многое берем от сами, от себя. Купайте каждый день, там хоть пять-шесть раз купайся. На рыбалку ходить можете, отдыхать. У нас все ягоды пойдут. Там как деревья. Приезжать не раньше, первого июля, в июле. Там будет крещение, числа, может, десятого. Я посмотреть надо, какого. В июле. Можем переговорить. Вот мы уже переговорили немножко. Ну и все. А потом я вышлю путевку. Что с собой брать, как ехать. Вы на своей машине? Ой, не знаю, до вас очень далеко. Как далеко? Мы до Лиссабона ездили. До Лиссабона. В Скандинавию, Прибалтику, до Владивостока прошли. Ничего себе. Недалеко. На своей машине, конечно, лучше. Вы все захватить еще надо. И уезжать будете. Не будете ждать поезда ночного. Три остановки в пути, и вы дома. У нас нынче приезжали крещение, принимали неоткуда-то. Из Германии, из Ливана. У нас были из Франции, из Бразилии, из Израиля. Это те годы. Расстояния для нас сегодня нет. Оно не на самолеты. Дети были из Канады. Они сразу в Париже останавливались. По Москве, в Барнауле. Три только остановки. Они русские были? Русские, русские. С семьей приезжали. Да. В лагере были. Очень довольны. По интернету все перебрали. Нигде ничего не нашли. Только на нас. Наткнулись. И не один год приезжали. У нас все, что мы делаем, подражательно самому лучшему, что было в мире. Да, да. Я смотрю ваше видео. У вас еще вот Владимир, да, по-моему, есть? Который с вами жил. Да. Тоже что-то не видно. Не видно. Он в храме. Так, мне нужно уже уходить в храм. Сегодня сейчас служба начинается. Так, договорились, Александр? Здравствуйте, право. Так, вы через месяц можете зайти. Обдумайте, поговорите, чтобы вы были с женой, с ребятишками здесь. Я посмотрю на вас. Чтобы был одетый, как прилично. А раздетый, это неприлично человеку. Ничего не пить, когда разговариваем. Ну все. С Богом. Домашним поклон.